За честные ли выборы? Единая Россия пытается сорвать встречи кандидатов депутата от КПРФ с народом. Так накануне встреча коммуниста Константина Ткачева с жителями по улице Мира едва не превратилась в рукопашную с председателем правкома нефтезавода, представителем Единой России Николаем Донских. В абсолютной весовой политической категории победа досталась кандидату от КПРФ. Встреча кандидатов с народом состоялась во дворе дома номер 49 на улице Мира. Задать свои вопросы, познакомиться с претендентами в народные избранники вышли около трех десятков человек. Избиратели спросили, сдержали единороссы свои обещания предыдущих выборных кампаний. Медведев и лично Путин давали обещания народу обеспечить рабочими местами. И там много пунктов, 11 или 12 пунктов. Ни один пункт с тех обещаний, которые давал Путин и Медведев, не выполнены. Как вы думаете, вы достойны сейчас идти на выборы и опять обещать народу Российской Федерации то, что вы не выполняете уже в течение 24 лет? Меня устраивает та власть, которая есть, и руководители, которые есть сегодня в стране. Поэтому политика, которая ведется целенаправленно, я вижу результаты и вижу те программы, которые есть. Вы довольны, да? Другими словами, кандидата Донских устраивают растущие цены на продукты, коммунальные услуги, общественный транспорт. Устраивает безработица, низкие зарплаты, разрушение сельского хозяйства, промышленности страны. Получается, что всем этим Николай Иванович вполне удовлетворен. Кандидата от КПРФ Константина Ткачева такое положение дел не устраивает категорически. Он неоднократно приглашал своего оппонента на дебаты, чтобы понять, почему ему так хорошо, когда народу уже так плохо. Однако Николай Донских от диалога уходит. Здесь разговора откровенного тоже не получилось. К сожалению, мы опять услышали обещания, опять нас водили за нос, нам вешали лапшу, все будет хорошо. Мы все это вам сделаем, все это поможем, но мы это все видим. Мы здесь живем, мы все видим, как есть на самом деле. К сожалению, ни на один вопрос оппонент дистанцировался, отошел от меня, но разговора с ним конкретно не получилось. Мало того, добровольные помощники Единороса, старшие по домам, так называемый административный ресурс партии власти, стараются всячески помешать нашему кандидату в его агитационной работе. Вчера были разрешены наши объявления о встрече, утром сорваны. За три часа до назначенного времени были разрешены объявления о встрече, сорваны. Агитация кандидатов от КПРФ летит в урные. При этом с самых высоких трибун сегодня звучат призывы к честным выборам. На деле они не что иное, как политика двойных стандартов, привычный удобный прием власти в диалоге с народом. Выводы я сделал для себя уже давно, что партия «Единая Россия» 25 лет одних обещаний, и только все хуже и хуже. А потом говорят, извините, терпите дальше, у нас денег нет. Ну это просто сказки для народа. Живем-то все хуже и хуже. Молодежь уезжает, ничего не делается. Пока вот не прогремели мы по всей этой стране. Позор и стыд. Ну что это такое? Ну когда же так было все? Там и про дороги, да? Да, и про дороги тоже. А грязище-то какая? Это же не пройти. Ну не знаю, я здесь живу очень давно, но я такого не помню. Молодежи не стало. А единороссы каждый год обещают? Все время обещают. А что толку-то? Ну что толку-то? И правда, толку немного. И больше не будет, пока выбор большинства останется за тем, что имеем. Юлия Богданова, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.